40 волонтеров, 10 из них серебряного возраста. С очередной большой победой добровольцев поздравил заместитель главы Сочи Сергей Юрченко. У организаторов, к принимающей регату сочинской стороне, не осталось ни одного вопроса. Постарались все, в том числе и волонтеры, в благодарность, грамоты и подарки от администрации Сочи. Мы сегодня благодарны и можем еще раз гордиться тем, что только в городе Сочи из всей страны мы можем выбрать такое количество доброжелательных, настроенных людей, которые готовы, не жертвуя собой, не жалея своего времени, помогать, отзываться на все мероприятия, которые проводит администрация города Сочи. На Черноморской регате больших парусников волонтеры работали в трех направлениях. Первая группа – это офицеры связи. Они помогали командам кораблей ориентироваться в городе. Помощь волонтеров была просто необходима, ведь в числе участников регаты были и иностранные экипажи. Все волонтеры перед тем, как попасть на это мероприятие, проходили отбор по уровню знания языка. То есть все волонтеры, которые были прикреплены к командам, знали язык. Это было просто условием участия в акции. Вторая группа добровольцев трудилась в офисе с организаторами. Третья – это волонтеры, которые помогали выдавать пропуски и контролировать поток желающих посмотреть на гигантские парусники. Мероприятие именно мирового масштаба, которое привлекло не только жителей города, но и я знаю, что приезжали люди из других городов, не только, кстати, из Краснодарского края. Был действительно большой наплыв людей. За первый день мы только в своем окошке выписали 500 пропусков. В завершении мероприятия волонтеры отметили, желание участвовать в городской жизни в качестве добровольных помощников только растет. В свою очередь в администрации пообещали всячески поощрять подобные инициативы активных людей города Сочи. Инга Габейша, Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.